Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня пользу Бройзли. Штрэбух Здравствуйте, мои любимые штрэбушата и все мои подписчики. В этом видео я, как обычно, продегустирую еду из помойки. Насобирал я её уже очень много, тут реально скопилось её до хрена. И из-за огромного веса этой еды у меня рухнул стол и полностью сломался. Всё это, блин, жёстко рухнуло на пол. И даже разлился сок, весь пол мокрый. И это не особо приятно смотрится. Я приготовил аж целых три комплекта новых ложечек и с салфеточками. Я это находил в рюкзаке Яндекс.Еды. Употреблять я буду всё подряд, абсолютно всё. Всё, что здесь лежит, я буду кушать. Помоечка, как обычно, порадовала офигенным хавчиком. И, кстати, братва, помойка снова кормит. Вы просто зацените вот этот корм кошачий. Флексия. А, ты хочешь свой любимый корм, Феликс, двойная вкуснятина? Феликс. Не Флексия, двойная вкуснятина. Я думаю, с него и начнём. Корм обычный кошачий. Пахнет классическим кормом. И, кстати, братва, в далёком детстве, когда мне очень сильно хотелось кушать, я часто ходил под балконами и обворовывал кошачьи кормушки. Там примерно такой же корм сыпали в тарелке. И мне реально хавать нечего было. Ведь я убегал из дома и беспризорничал. Это было, конечно, жёстко. Но сейчас, в принципе, всё нормально. Раньше помойка меня просто не особо сильно кормила. А сейчас насыщает и питает от души. Не можно быть первым. Не можно быть третьим. Захрустел. Кормик реально вкусненький. Не, ребят, реально. Вот если хавать ничего не будет, то можно этот корм хавать без проблем. Реально крутая тема. Оставлю его своей кошке или... Схаваю сам и никому не дам. Сейчас выберу абсолютно любой хавчик, который лежит с закрытыми глазами. Опа! Смотрите, что взял. Во-первых, йогурт с черникой. Называется Лесово. Срок годности до 5 июля. А сейчас 6. Просрочено всего лишь на один день. А это уже интересно. Такое я ещё никогда не дегустировал. Нашёл имбирь в помоечке. И он, кстати, даже не гнилой. Ах, братва, имбирём прям очень сильно пахнет. Реально, очень приятно. Вау! Я его просто на две части разгрыз. Я не думал, что он такой ядрёный. Имбирь это реально топчик. Бодрит прям жесть. Кстати, йогурт пахнет кислинкой. Не, братва, это можно жёстко просраться от такого йогурта. Ему жопа. А имбирь просто изумительный. Но он очень ядрёный, прям вообще нереально. Имбирь реально будоражит мою кровь. Здесь ещё есть творог мягкий от бренда Савушкин. Ого! По срокам годности он просрочен примерно на 10 дней. Это реально немало. Можно знатно просраться. Фу, блин, как он воняет, реально. Сейчас потому что, кстати, на улице лето, жара. И всё быстро пропадает в помойках, реально. Не успеваю прям еду собирать. Она портится прям в мусорном баке. И, кстати, в помойках сейчас очень воняет дохлятина. И потому что любое мясо, которое выкинут, пропадает буквально за пару часов. Ммм, бебе. Не, ну это прям шикарно. Творог-то реально топовый. Следующая на очереди будет вот эта непонятная еда в коробках. Это я, кстати, нашёл на стриме. И пишите в комментариях, если были на моём стриме, когда я это всё нашёл. Это у нас, знаете что? Это, короче, тирамису. Тропический тирамису с манго-карибским сиропом и фисташками. Это набор для приготовления тирамису. Здесь есть печенье. Я в шоке, ребят. Такое я ещё никогда не находил. Баночка с манго. Вот это долечки в сиропе. Смотрите, какие. Полностью запечатанные. Это просто пушка. Реально помойка сочно кормит в этот раз. Кофе молотый. Здесь есть ещё какой-то, наверное, пакет для запекания. О, а вот и фисташки подъехали. Фисташечки, ребятки. Из помоечки. Пусть, муя, охуенно. Так. Сахарная пудра. Нормальная. А это что? Офигеть. Творожный сыр в пакете. Он также просрочен на два дня. О, да, ребятки. Творожный сыр вот в таких пакетах я ещё никогда не находил. Помойка удивляет. Ммм, кстати, пахнет изумительно. Ммм. Это просто офигенно. Этот творожный сыр просто изысканный. Такой творожный сыр я никогда в жизни не пробовал. Помойка дарит новые вкусовые рецепторы. И здесь ещё есть баночка с сублинированной малиной. Такое я тоже никогда в жизни не пробовал. Что это вообще такое? Пахнет, кстати, малинками. Ммм, блин, реально вкусно. Надо попробовать вот это печенье. О, да, оно ещё и посыпано сахарком. Ах. Ммм, помоечки очень разнообразно питают. Я реально удивлён. Такого от помоек я не ожидал. Реально балуют помоечки мои любимые. Ммм. Ммм. Осталось только проверить вот эту баночку с манго. Долички в сиропе. Блин, я представляю, как это будет вкусно. Кстати, они вообще не просрочены. Срок годности до 22-го года. Как же я люблю помойки. Я их просто обожаю. Сейчас, ребят, опять кайфану. Главное не обосраться. Та-дам. Офигеть. Офигеть. Как вкусно. Я в шоке, ребят. Мне, ребят, манго просто шикарное. Я в шоке, братва. 15 бутылок молока клевер. 3,5% жирности. И оно, кстати, просрочено всего лишь на один день. Тем более, это пастеризованное молоко. Я думаю, ему вообще абсолютно ничего не будет. Нашёл его, кстати, на стриме. Кто был на этом стриме, пишите плюсик в комментариях. Ммм, кстати, пахнет вообще отпадно. Не, молоко вообще шикарное. Молоко реально офигенное. Всё, молоко можно убирать в сторону. Его я продегустировал. В нос молоко попало. Офигеть, я весь в молоке. Я в шоке. Костюмчик придётся сдавать в химчистку. Итак, следующее на очереди. Я думаю, будет вот это маслечко. Золотая семечка. Абсолютно целая бутылка. Смотрите, здесь не хватает, всего лишь чуть-чуть. Не, ну масло просто офигенное. Реально вкусное. В принципе, обычное масло. Главное, конечно, не просраться мне после этого. О, смотрите, какая сосисочка в поле зрения лежит. Пахнет. Ну, судя по вкусу, кстати, это по-любому сосиски самые дешёвые из магазина Лента. Вот эти 365 дней или каждый день, не знаю. Мне реально сосиски топовые. Пусть и самые дешёвые по-любому, но они реально офигенные. Здесь ещё вот есть вот такой сачок персиковый. Но он просрочен на полгода. Срок годности до 17-го, 12-го, 2019-го года. Мне вот интересно. Сильно я обосрусь после этого сока? Или с ним, в принципе, всё нормально? Ведь это сок детский. Ребят, я в шоке. Он нормальный. Тупо пушечный. Вообще... Вообще офигенный сок, ребят, реально. Пусть и просрочен на полгода. Дальше есть вот такая колбаска. Она, правда, немного в морковном соке. Эта колбаса моя цена. Полукопчёная. Я в шоке, братва. Срок годности до 30-го марта. Просрочена где-то примерно месяца на 4. Пахнет немножко подозрительно. Но я всё-таки рискну и немножко её попробую. Она вообще невкусная. Я реально могу протянуть педали от такой колбаски. Поэтому её я всё-таки не буду доедать. Я немножко, конечно, попробовал. Но эта колбаска реально доверие не внушает. Точно просрусь после этой дегустации. Не колбаса, ебалый мой. Итак, следующее у нас кефирчик. Зацените. Просрочен на всего лишь один день. Это реально пушка. Считай, что свежий. Крабовые палочки, ребятки. Крабовые палочки. Имитация крабок. Это типа палёные крабовые палочки. Ненастоящие. Имитация. Просрочены, кстати, на месяц. Срок годности до 6 июня. Сейчас 6 июля. Ну, главное не просраться после такого заряда. Не, это пиздец. Жопа этим крабовым палочкам. Они жёстко воняют, реально. Это просто что-то с чем-то. Нереальное употребитель вот это. Ещё есть, смотрите, что. Яблочный сок в коробке. Вы просто зацените. Я такое ещё в жизни никогда не находил. Вообще ни капли. Не просрочен. Он срок годности до 21 года. Я просто в шоке. Это реально жёсткий подарок от помойки. Помойка поет натуральным соком. Сок просто изумительный. Я в шоке, ребят. Пацаны, девчонки. Вот это находочка. Я реально в шоке. Это огурцы в пакете. Правда, никакого срока годности, ничего не написано. У меня тут зверь в клетке буянит. Пора его выпускать. Крабовую палочку, братва, начинает грызть. Не вздумая её есть. Она просрочена очень намного. Ну что ж, приступим к дегустации вот этих огурчиков. Я думаю, они реально пушечные. Кстати, пахнет, в принципе, нормально. Мне, ребят, огурцу полная жопа. Вот эта тема, такого я ещё никогда в жизни не пробовал. Борщ вегетарианский. Изготовлен он 19 июня. Я в шоке, братва. Борщ для вегетарианцев. Это что вообще такое? Пахнет, кстати, какими-то приправами. Я реально в шоке. Конкуренты обходят даже дома. За ваше здоровье и за моё очко, чтобы оно не бомбануло. Охренеть, он нормальный. Братва, я в шоке. Просрочен на 15 дней, а вкус-то просто изумительный. Падла кусючая. Уходи! Он очень сильно кусается. Я его реально боюсь. Мне, ребят, реально очень вкусно. А ну отдай. Забрал у харька горчицу. Русскую. Традиционный вкус. Не, ну пахнет она прям вообще жёстко. Горчицу нужно обязательно есть с хлебушком. Вот у меня есть. Вот такая неплохая буханочка. Написано хлеб бездрожжевой. Он уже немножко в соке. Повторяюсь, потому что тут стол рухнул на пол и вся еда посыпала. Но это, я думаю, не критично. Я вообще не фанат горчицы, но эту горчицу я, конечно же, попробую. Потому что она из помоечки, ребятки. Нет, это жесть. Горчица прям реально ядовитая. Но на вкус абсолютно изумительная. Итак, здесь ещё и целый пакет мандарин, братва. Я в шоке, реально. Мандарин здесь очень много. И они, кстати, вообще не гнилые. Это стоп, это же апельсины, правильно? Да. Это, кстати, апельсины. Я немножко ошибся. Апельсина просто изумительная. Я в шоке, блин. Здесь ещё есть карат, дружба, сыр. Вот в такой вот баночке плавленый. Кстати, срок годности до 7 ноября 2019 года. Офигеть. Ну, типа он жёстко просрочен. Походу ему жопа. Просрочен он на 7 месяцев. Ну, на вкус, в принципе, его хавать можно. Но он какой-то непонятный. Он превратился в какую-то кашу. Я думаю, плавленый сыр точно таким не должен быть. Если этот плавленый сыр я схаваю, походу точно проснусь жёстко. Я в шоке, ребят. Чудо детям. Офигеть. Печенье. Вкус банан печенья. Витамины печенья. Вкус. Так. Срок годности до 13 июня. Сейчас уже 6 июля. Это довольно-таки страшно. Но я думаю... Это чё, типа молоко со вкусом печенья? Чё за фигня? Кстати, довольно-таки вкусно. Не, ребят, я балдею. Офигенная тема. Помоечка радует. А тут ещё есть комплекс витаминов. В5, В6, В12. И всё из помойки. Помойка дарит витамины. Питает. Мой организм укрепляет. Есть ещё. Балтийский берег. Креме де море. С чесноком. Я в шоке. Это типа какая-то хрень, которую мяжут на хлеб. Нормально. Фу, блин. Воняет, конечно, какой-то хернёй. Блин. Вообще невкусно. Надо это пропробовать. Потому что, ну, вдруг это нормальная тема. Фу, или я не шарю, или вкус такой и должен быть. Но, по ходу, этой теме уже жёсткий пипец. Вообще невкусно. Абсолютно. Ни капли. Хотя срок годности до 12 числа. Сейчас шестое. Ещё впереди 6 дней. Но, видимо, такой вкус и должен быть. Но это реально залупа. Я, в принципе, братва, ненавижу вот эту тему рыбную. На хлеб, которую мажу. Мне кажется, эта фигня очень отвратительной. Я просто не фанат этой темы. Но помойка хотела, конечно, меня удивить. Но не получилось. А ещё есть вот такая песня. Это каша рисовая и соус клюква. Вот он, сверху на скотче прикреплён. Клюквенный соус. А здесь кашка рисовая. Рисовая. Воняет. Очень жёстко, ребят. Блин, она воняет. Ну, знаете, когда что-то в воде долго простоит. И, по-моему, начинает гнить. Вот похожий запах. Но с клюквой, я думаю, по-любому всё нормально. Открыл. Клюква хрустнула немножко на зубе. На зубе хрустнула клюква. Она, кстати, сладенькая такая. Реально кайфовая. Ребята, вот эта тема. Вот эта тема. Первый раз в такую жизнь вообще пробую. Опа! Неаполитанская робовая баба. Неаполитанская робовая баба. Родом из Италии. Короче, ромовая баба неаполитанская. Пакет. Я так понимаю, если это неаполитанская ромовая баба, то она сделана из рома. Резонно можно быть первым. Резонно можно через... Вот эту тему можно употреблять. Довольно-таки вкусненько. А это уже королевская манго. Реально королевская еда из помоечки. Ну, прям, прям, немножко так подгнило это манго. Ну, я думаю, ничего страшного. По-любому оно нормальное. Ну, типа там, где вот слегка подгнило, можно обрезать и все. Валентина. Премиум Мехико Мангос. Манго из Мехики. Я в шоке, ребят. Офигеть. Я в шоке, ребят. Реально. Помойка кормит. Ммм, опахный як. Ммм, сладенько. Ммм, просто изумительный тропический вкус. Премяком из помойки. Шкура немножко подгнила, но это вообще не критично, типа. Я не рассчитал свои возможности. Думал, залетит в рот, но манго оказалось слишком большим. А еще есть бундиэль. Красная фасоль. Не, ну это реально пушка. Ммм, а как ароматит. Офигеть, братва, зацените, какая красивая. Офигеть, люблю помоечки. Смотрите, какая красивая. Это реально сказка. Ммм. От такой еды прям реально хочется признаться в любви к помойкам. Потому что так кормить не может даже иногда родная мама. А помойка питает меня прям вообще досыта. Если бы я жил как и раньше в Донецке, я бы никогда себе не мог позволить такую еду. Ну и еще напоследок, я обмажусь вот этим Донисима творожный с изысканным шоколадом. Вот это просто шикарно. Просроченная, ну, дней на 9. По-любому нормальный. Тебе дать? Схаваешь? Да. Наслаждайся. Пока помойка кормит. Пока кормит. Может, скоро не кормить? Нет. Скоро все прочухивают. Твою мишку. Очень сильно наелся. Прям реально досыта. Помойка меня очень жестко кормит. И она реально снова кормит. Потому что до этого что-то нифига не кормила. А в этот раз накормила прямо от души. Братва, если вам понравился этот обзор на еду из помойки, ставьте лайки. Также посмотрите вот эти видосы. И обязательно подпишитесь на мой канал. Ведь я рискую своей жизнью. Всего лишь ради того, чтобы именно ты поставил лайкосик. А пахнет вкусно. Ну все. До новых встреч. Пока.